Осенью прошлого года с центральной площади города демонтировали и увезли на ремонт памятник Ленина. Фигура вождя наклянилась из-за сильного ветра и стала представлять угрозу для жизни прохожих. Тогда депутат Михаил Савин задался вопросом, какие еще места в Сарове хранят память об основателе Советского Союза. И я вспомнил, что на территории бывшего управления строительства у нас стоит мозаика ленинская. Здесь была еще почетная доска, к сожалению, которая со временем разрушилась, а вот мозаика осталась. И здесь некий такой, получается, двойной памятник. Получается, с одной стороны, если мы идем с конца улицы Силкина, ленинская мозаика и памятник строителям, который выполнен в таком духе соцреализма. И вот они друг друга дополняют. Символ советской эпохи сейчас находится в плачевном состоянии. Некоторые куски плит со временем откололись, а основание выглядит совсем ненадежным. С момента установки памятника им фактически никто не занимался. Михаил Савин выяснил, что объект был когда-то возведен на территории управления строительства, а сейчас не значится в муниципальной собственности, никому не принадлежит. После этого я написал обращение главе города включить данную мозаику в муниципальное имущество. И только тогда, по закону, когда она имеет статус уже муниципального имущества, можно проводить ее ремонт. Вот глава города и комитет муниципального имущества постановили о том, чтобы принять эту мозаику в городскую казну. И на 2024 год запланирован ее ремонт. Вопросом спасения советских мозаик задались и в регионе. Нижегородский Минкульт планирует провести ревизию изображений той эпохи на стенах жилых домов. На основе полученных данных будут разработаны варианты создания пилотного регионального механизма по сохранению советского искусства.